Иван Антонович – человек богатый. У него двое детей, три внука и три правнука. Заслуженный отдых герой Великой Отечественной войны проводит в окружении любимых мальчишек. А знаешь, за что медали дали? За бой. За какой бой? Расскажи нам. За войну. Сам герой Великой Отечественной не любит вспоминать военные годы. Это не самые лучшие воспоминания, объясняет сын ветерана Сергей Иванович. Столько пережить, столько ранений получить, как говорится, после этого, наверное, это не самые лучшие воспоминания о войне. Кого-то потерял. На фронт молодой лейтенант, выпускник военно-пехотного училища, попал в июле 41-го. В составе 205-го стрелкового полка оборонял Смоленск и Вязьму. Бои были тяжелейшие, наши войска отступали, но и врагу приходилось нелегко. Фашисты несли большие потери в технике и живой силе. Под Вязьмой советские солдаты попали в окружение. «Я хорошо помню те ощущения», — говорит Иван Антонович. «Мы знали, что нас убьют, но выбора не было. Любой ценой надо было прорваться к своим и занять оборону на подступах к Нарафаминску». Потом были бои Заборовск и Малоярославец, а 28 августа 42-го Иван Антонович был тяжело ранен под Сталинградом. Но в 43-м он снова в строю. Теперь уже командир стрелкового батальона 813-го стрелкового полка освобождал от фашистов Прибалтику. Там же Иван Бабенко и встретил долгожданный день победы. В биографии отца, признается сын, участника Великой войны, восхищает все. «Все, можно сказать, восхищает. Два ранения, даже не два тяжелых, а более-менее легкие. Сколько он по госпиталям пролежал». «А как Иван Антонович рассказывал, в рукопашном бою участвовал, с фрицами выжил. В перестрелке с офицером, который промахнулся». «Не промахнулся, но руку как раз попал, когда выбивал». Мальчишки безмерно гордятся прадедушкой. Старший правнук Никита пишет о нем в школьных сочинениях, посвященных Великой Отечественной войне. И если о своих подвигах Иван Антонович рассказывает мало, то о детях, внуках и правнуках говорит много. Ведь они – то, ради чего он тогда сражался.